Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Наш городской округ, несмотря на необычную для зимы погоду, подготовился к ежегодным традиционным купаниям. В Щелково центральной площадкой станет парк культуры и отдыха. Там обустроена так называемая передвижная купель. Также дополнительная купель будет располагаться в Покровском храме села Хомутова. Проводится организационная работа для подготовки к празднованию одного из главных христианских праздников – Крещению Господня. Традиционно с 18 на 19 января в храмах пройдут праздничные службы. Ну и, конечно, мы готовим купель для того, чтобы люди могли принять участие в крещенских купаниях. Всего же для жителей подготовлено 12 мест для купаний. Это купель на территории усадьбы Гребнева, Супоневский пруд в деревне Оболдина, купель на территории храма Григория Победоносца в поселке Монина, в Афряново в селе Рязанце около храма Святой Троицы, в селе Душеново у храма Тихвинской иконы Божьей Матери, в реке Пруженко, на Большом озере в Медвежьих озерах, в новом городке у озера на территории 38-го полка воздушно-десантных войск, в деревне Гребнево на Барских прудах, вблизи церкви Гребневской иконы Божьей Матери и в деревне Сдехово на речке Гречушка вблизи храма Святого Николая Мерликийского Чудотворца. На всех объектах будут дежурить службы безопасности, в том числе МВД, Центр гражданской защиты, Росгвардия. Конечно, будут присутствовать медицинские работники, которые смогут оказать первую помощь. Чтобы купание прошло безвредно для вашего организма, нужно соблюдать ряд простых правил. Прежде всего, к крещенским купаниям человеку необходимо подготовиться заранее. В идеале за несколько недель или даже месяцев он должен начать подготовку к этому делу. Потому что это погружение все равно в низкие температуры тела, большой перепад температуры воды будет. И человек должен изначально начинать с домашних закаливаний. Это может быть погружение в контрастные души, в холодную воду. Если вы все же не успели этого сделать, то с умом нужно подойти к самому процессу купания. Приехал, взял с собой обязательно термос с горячим теплым чаем, одежда какая должна быть. Лучше, если это будет хлопчатобумажная рубашка, именно для окунания. С собой обязательно взять шерстяные носки или если будут валенки. Перед тем, как окунуться, нужно сделать зарядку, чтобы разогреться. Также перед процедурой желательно поесть. На голодный желудок лучше не нырять. Погружайтесь в воду постепенно, при этом не делая остановок. И помните, время проведения в ледяной воде не должно превышать минуты, которой как раз хватит на то, чтобы окунуться три раза. Мария Буржинская, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.